Дежурная часть УВД по городу Череповцу, майор милиции Люшин. Слушаю вас внимательно. Сергей Люшин в милиции 14 лет. Начинал простым участковым. Сейчас начальник дежурной смены УВД по городу. Как именно помочь звонящим по телефону 02 решает именно Сергей. Это сложно и очень ответственно, но в помощи людям вся жизнь. На участке люди уважали, то есть спрашивали. До совета, помощи просили. Я никогда не отказывал. В ближайшее время реорганизация МВД коснется и Сергея, и всех его коллег. Сотрудников выведут за штат так в порядок и будут набирать кадры уже в новую структуру полицию. Вот только из числа нынешних работников попадут туда не все. Потому что объявленная реформа предполагает в том числе и чистку рядов. Ожидается, что таким образом избавиться удастся от коррупции преступников в погонах. Насколько это актуально для Череповца, сегодня пояснили в Следственном комитете. За 2010 год в нашем городе возбуждено три уголовных дела на сотрудников милиции. Одно уголовное дело за совершение должностного подлога сотрудникам службы технического надзора ГИБДД при ОВД по городу Череповцу. Одно уголовное дело по факту получения взятки сотрудникам дорожной патрульной службы. Еще одним оборотнем в форме стал работник следственных органов. В его копилке преступления и злоупотребления полномочиями и халатность. Между тем, за этот же период 19 милиционеров стали жертвами преступлений в нашем городе. Десяти сотрудникам нанесли телесные повреждения, девять оскорбили. Именование правоохранительных органов полиции – это скорее не новинка, а возвращение к старому. Полиция уже была в нашей стране. В 2017 году большевики решили, что эта форма работы устарела. Из-за наведения общественного порядка взялись обычные люди. Вооруженный народ – именно это и значит слово «милиция». Сегодня счел президент Митрий Медведев, и это уже не актуально. Решение о переименовании, говорят эксперты, политическое и в какой-то мере психологическое. Власти уверены, образ оборотня в погонах неразрывно связан с нынешним названием правоохранительных органов. Все сериалы про ментов, все разговоры про ментов, песни про ментов пошли. Надо уходить, наверное, правильное решение принято, надо уходить от этого понятия. Нужно с новым названием внести свежую струю и новое понимание в обществе было. Смысла нету. Одно и то же. Просто одно и то же происходит и все. То же самое будет. Как было, так и останется. Если бы одно название, то тут, как говорится, ничего. Но тут наверняка не одно название. А поскольку я очень доверяю нашей власти, я очень доверяю нашей власти, поэтому я тремя руками за. Вместе с названием «Обязательно измениться и суть», утверждают представители власти. По их словам, в новом законе о полиции будут учтены все недоработки прошлого. Именно для этого депутат Госдумы Георгий Шевцов сегодня встретился с череповецкими милиционерами. Они внесли много предложений и поправок. Требования, чтобы не путались они. То в одном законе сказано одно, в другом требование другое. И порой не знаешь, как и поступить. Этих законов всего много. А здесь, чтобы было скомпоновано в один. Еще одно предложение коснулось социальных гарантий для милиционеров. До сих пор у них нет даже медицинских полисов. Об это и других недоработках законодательного проекта можно высказаться на специальном сайте в интернете. Законопроект 2010. На данный момент свое мнение оставили почти 15 тысяч человек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...